Всем большой привет, всем здравствуйте, спасибо большое, что зашли на это видео. Ребята, вы его не помните, но он вас помнит. Это мой проект с той использованием, который я начала еще в далеком апреле 2021 года. Это было очень давно, мне кажется, но это оказался самый сложный проект, который я когда-либо вела. Я не знаю почему, мне дико понравилось его вести у себя на канале, но, к сожалению, да, он затянулся. И, наверное, причина была тому, что я набрала слишком много продуктов в другие свои два проекта, которые всегда у меня происходят. И поэтому третий уже был чересчур. Спасибо всем моим подписчикам, зрителям, все, кто комментирует и подсказывали мне, что мне надо немного ослабить темп. И я так и сделала, я не подвела финал этому проекту в декабре. Но я рада пригласить вас на финал этих 100 использований сейчас. И давайте поговорим про то, что у меня здесь получилось. В левую часть экрана я, как обычно, положила то, что у меня закончилось. Но это была основа из моего проекта «Новичок», который я вела в 2021 году. Huda Beauty. Прекрасный стик, тональная основа в такой вот более твердой форме. У меня здесь оттенок 210B, это чай. И я рада сообщить, что 123 использования мне понадобилось для того, чтобы ее полностью здесь закончить, выковырять и максимально использовать. Да, вы, наверное, видели уже эту основу в моих пустых банках за год. И, конечно, я ее оттуда извлекла. Вот. И поэтому обязана была показать это в финале для того, чтобы тоже посчитать эту вот однушку. Перевалила она за 100 использований. Но, в принципе, я сказала в предыдущем своем отчете, что я хочу это сделать, потому что она мне настолько понравилась, что я решила ее полностью израсходовать. Давайте пойдем дальше. Я покажу то, что я перенесла из своего проекта «Новичок» в этот. И это была вот эта помада моя. Ой, да, это очень сложный продукт. Это Charlotte Tilbury. Я ее мучаю уже год, даже больше. У меня здесь знаменитый оттенок «Pillow Talk». И вот так вот выглядит моя помада, использованная 100 раз. Да, я не знаю, когда она закончится. Я вообще не понимаю, в чем тут магия. Мне кажется, там даже не будет заметно, что что-то произошло, что что-то изменилось. Я крайне редко к ней прибегаю. Это самая мучительная помада в моей жизни. Я не знаю, как здесь сделана формула, но это невероятно тяжелый продукт для того, чтобы ее использовать, расходовать. Очень медленно идет. Конечно, она за свою цену достойна каждого цента, наверное, потому что она нескончаема. Она бесконечна. Единственное, что мне не подходит этот оттенок почему-то, как бы я не пыталась его задействовать, он как-то не совсем на мне смотрится. Хотя вроде как многим подходит. И формула здесь хорошая. Она матовая, она приятная. Ее буквально чуть-чуть надо. Но вот она просто бесконечна. И да, с той использованием, я думаю, что стоит ее теперь мне отложить. И, возможно, она когда-нибудь вернется, но уже в какой-нибудь другой проект. А пока, я думаю, мне надо сделать перерыв. Бесконечный продукт. Давайте поговорим еще тогда про одну помаду, которая тоже участвовала в проекте 100 использований. Это моя помадка от Guerlain. Оттенок 570 Coral. Она была лимитка, 17-го года, по-моему, к дню Святого Валентина выпущена. Вот такая вот красивенная помада. И вот, посмотрите, с той использованием этой помады выглядит немного по-другому. Да, она еще жива. Она у меня идет, ну, очень хорошо, в принципе. Мне кажется, она даже как-то вот тает на губах. Но так как она очень яркая, мне ее совсем чуть-чуть надо. Буквально один слой, даже два. Я наношу, и мне хватает. Она быстро сходит, комфортно сидит на губах. Но я хочу сказать, что, конечно же, тут мне тоже пришлось постараться. Я уже ее и комбинировала, и задействовала как могла, и с другими цветами, и саму по себе. Но да, вот, значит, переваливают все мои помады явно за 100. И, надеюсь, будет заметно, что хороший кусочек у меня ушел. Но я скажу, да, что эта помада тоже очень-очень экономичная. Продукт, который перевалил за 100, и он числится у меня в отметке 109 использований. 109 раз я им воспользовалась. Я даже как-то перешла эту границу, потом случайно посчитала и поняла, что уже давно уехала за 100. Кика Милана, Party All Night. Вот такой вот консилер или фаундейшн там указано, то есть тональная основа или консилер. Но я использую его только как консилер. Он очень светлый, он очень белый, жирный, не фиксируется на лице. И мне кажется, там, наверное, ничего и не будет видно. Я смеялась, когда в предыдущем отчете мне кто-то написал, что кажется, что он наоборот подрос. И я соглашусь, такое чувство, что он вообще нескончаемый, потому что, конечно же, тоже очень мало продукта надо. Это тяжелая вещь. Она идет, я вижу, но медленно. И так как он еще и такого не очень хорошего качества, плюс слишком светлый, то мне приходится его смешивать. И я его хоть и использую, но очень-очень редко и в очень маленьких количествах. Но, в общем-то, 109 раз использовала, и этот продукт все еще со мной. Далее. Моя тенюшка-однушка, которая, наверное, самый фейловый продукт из всех, которая лежит здесь одиноко, и в ней, наверное, незаметно будет ничего. Это мой JD Glow, любимый оттенок Fairy Acid. Я им воспользовала 48 раз. Да, это самый провальный продукт за весь проект. Все потому, что немножко я опрометчиво взяла еще один серебряный оттенок от Наташи Диноны. И это была моя ошибка. Два одинаковых цвета я практически не могу задействовать. То есть я использую либо один, либо другой. И поэтому этот немного простаивал. Он был более любим, скажем так. И его очень-очень мало надо. Тени яркие, интенсивные, пигментированные. Хороший такой вот золотистый шиммер содержит в себе. Но этот серебряный больше уходит в такой нейтральный серебряный. И поэтому он подойдет подо всем. Мне, честно говоря, даже жалко их иногда использовать. Но сами по себе они прекрасные. Я их очень люблю. У меня не было задачи их добить. Но то, что я ими воспользовалась так прилично. И основная была моя мысль, когда я изначально их брала в проект, это использовать с черными оттенками, с черными тенями. Что я и делала. Ну а сейчас они немножко, наверное, так в сторонке оказались. Потому что я использую другие свои палетки, которые не требуют дополнительного вот такого вот оттенка. Ну и давайте поговорим про две мои палетки, которые здесь у меня есть. Вот, давайте покажу то, что тоже не совсем достигла ста использований. Но есть небольшая причина. И моя палетка от Charlotte Tilbury. Это Dazzling Diamond Luxury Palette of Pops. И знаменитая четверка на Новый год. Вот так она сейчас выглядит. И это мои 89 использований. Так, немного протерла упаковку. Потому что она, да, хоть я ее протирала, но она была немного заляпанная. Что здесь произошло? Здесь, конечно же, мне очень понравились оттенки. И я нашла к ним подход. И я нашла даже схему, как задействовать все четыре цвета. Я постараюсь вставить, наверное, картиночку. Мне удалось делать с этой палеткой один макияж. То есть все четыре оттенка я смогла на глазах у себя уместить. И мне невероятно нравился этот макияж. Он очень такой какой-то солидный. Такой вот простой. В то же время искрящийся. Такой вот действительно Hollywood Makeup. Знаете, вот как Charlotte это и рекламирует. Но один большой и жирный минус это то, что эти тени на мне вызывают аллергию. Я не знаю, что происходит. Но если хотя бы маленькая крошечка попадает мне в глаз, у меня начинают жутко слезиться глаза. Они просто чешутся. Они краснеют моментально. И я не могу долго их носить. Я делала небольшой перерыв. И потом как бы возобновила использование. Поначалу все было хорошо. Ничего не происходило. Но чем чаще я ей пользовалась, тем больше у меня этот эффект проявлялся. И поэтому я думаю, что я конечно же как-нибудь продолжу использовать. Мне очень жалко эти тени. Потому что действительно вот эти два рыженьких это просто невероятно красивые искрящиеся спарклы. Я их уже дезинфицировала. Я с них скотчем снимала верхний слой. Да, это помогает. Но все равно мне кажется вот то, что в них что-то есть, что не дружит с моими глазами. Это однозначно факт. Но вот светлый оттенок максимально часто я сейчас задействовала. Потому что я могу его и под бровь нанести, и во внутренний уголок глаза. Он там не так активно мне раздражает. Вот. Ну и поэтому хочу продолжить их как-нибудь использование. Возможно я смогу как-то эту когда-то палетку закончить. Да. Ну посмотрим. В моем случае получается чем реже, тем лучше. Мои глаза с ней себя чувствуют. Поэтому да, очень жаль. Но 89 раз тоже я думаю неплохо. В принципе прилично видны донышки. Светлый оттенок так вообще мне кажется можно было бы и закончить. Но я думаю, что за 11 раз там наверное ничего бы особо не было видно. Ну вот как есть, как говорится. Вот такой вот результат у меня получился. Ну и давайте поговорим про финальную мою палетку. Которая просто оказалась феноменально простой в использовании. Конечно же это будет моя Наташа Динона, ее мини Зенда. Да, вот. Пожалуйста, вам так выглядят 100 использований этой палетки. Я безмерно рада, что мне удалось закончить один оттенок. Вот этот вот дуахром. Он улетел моментально быстро. Он у меня запекся, затерся. И очень быстро стал наноситься на кисти. Я его использовала и пальцем. И потом уже синтетической кистью переносила на глаза. Иначе, конечно, было с ним трудно работать. Почти у меня закончился самый светло-розовый. Тоже уже там по краям. Если вы можете видеть, там уже, да, я так с трудом набираю его на кисть. Хорошо пошел коричневый, серебряный. Я старалась использовать. И мне кажется, он тоже очень быстро идет. И вот самый трудный. Это вот этот вот оттенок такой персиково-глиняный, что ли. Очень своеобразный. И он очень медленный, потому что его мало надо. Это крайне пигментированный, яркий цвет. Его чуть-чуть надо для того, чтобы полностью вообще там растушевать складку. И даже нанести на подвижное веко. Но, в общем-то, я стараюсь, конечно, максимально ее задействовать именно в одном макияже. Сейчас, конечно же, за счет того, что один оттенок уже ушел, мне придется что-то комбинировать, ее как-то делать. Но, в принципе, я скажу, что если бы я постоянно все сто раз пользовалась только этими пятью цветами, то есть один макияж, то я однозначно бы ее закончила. Вот. Ну, а так, конечно, тут, возможно, каких раз 15 это было использование просто какого-то одного оттенка. Допустим, один коричневый я брала или один раз серебряный. Такое использование тоже учитывалось за один раз. И поэтому вот так вот сейчас выглядит моя Наташа Динона. Я думаю, что в этом году вообще есть смысл ее, возможно, и закончить. Да, это будет такой немножко, наверное, мой первый опыт, заканчивая палетки от Наташи. Но время покажет. Так что да, вот так вот сто использований. И палетка практически уже, можно сказать, на своем финале. Как минимум два оттенка так точно. Честно говоря, не скажу, что я влюблена в эту палетку. Я, наверное, бы ее не повторила точно. Конечно, уже очень своеобразная эта гамма. Слишком она, конечно, выглядит странно. Когда у вас нет загара, мне кажется, она выглядит чуть лучше. Но когда кожа чуть более загорелая, допустим, как у меня летом, мне кажется, она все-таки как-то немного инородно смотрится. И вот какие-то воспаленные глаза создает. Поэтому, конечно же, не скажу, что это прямо продукт, который я люблю и обожаю. Но мне очень удобно было ей пользоваться, брать с собой. И крайне быстро я могла сделать свой утренний макияж. Ну что, ребята, вот таким вот получился мой финал проекта в 100 использований. Мне очень понравился этот опыт. Я бы с удовольствием его продолжила. И, возможно, я это и сделаю в этом году. Я посмотрю, как пойдут мои два проекта. Я обожаю смотреть эти финалы и у других. Очень интересно, на сколько раз хватает вашей косметики. Мне абсолютно нетрудно ее считать. Это даже какой-то такой азарт происходит потом в конце месяца в финальном подсчете. Ну, а я хочу поблагодарить вас, что досмотрели это видео до конца. Я очень надеюсь, что вас, возможно, это мотивировало тоже использовать и вашу косметику. Хочу пожелать вам только самого прекрасного настроения, только самого крепкого здоровья. И всем отличной середины недели. Я с вами не прощаюсь. Скоро увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok